Приветствую вас, друзья! Рада видеть вас на своем канале. Меня зовут Ирина, и я официально обозреватель компании Арифлы. Эко-бьюти маска с розовой глиной. Смотрите о том, что используя любые маски из глины, передержав маску буквально 1-2 минуты, вы можете получить вместо эффекта, наоборот, чувство раздражения и обезвоженности кожи. 999 рублей за продукт. Стоит ли своих денег? Сколько стоят аналоги масок, которые содержат розовую глину? А вы знаете, что в природе розовой глины не существует? А как же сертификат Эко-сер, подтверждающий, что в маске содержится 99% органических веществ? Сегодня вам расскажу тщательный разбор этой маски, и мы с вами посчитаем, сколько стоит одно нанесение этого продукта. Маска с глиной особенной, и ее нужно распробовать, как лучше наносить. Для этого я попробовала два варианта. Первое – это нанесение в туши, и второе – это чтобы маска высохла на лице. Какое будет действие? Но считается, что при высоких температурах свойство глины теряется, поэтому в бане ее применять ни в коем случае не стоит. И в душе, в зависимости от того, насколько горячая вода у вас в душе. Когда вы наносите в душе, вы получаете один эффект, и кожа получает максимальное питание и весь состав, который содержится в этой маске. Но второй эффект маски – когда же вы наносите ее, когда вы лежите и высыхает кожа. Тогда масочка сначала проникает в каждую вашу пору, высыхая, она начинает забирать всю грязь, которая находится по стороне. Также растапливает жир, то есть она абсорбирует, собирает, а потом вы ее смываете. Но главное маску не передержать, потому что как только маска у вас высохла, дальше действие маски обратное. Она втягивает всю влагу, тем самым производит обвезвоживание вашей кожи. Итак, давайте разбираться в технике нанесения и в трех этапах действия маски. Даже не зря в состав этой маски входит масло ши, чтобы как раз-таки смягчить кожу, не делать так, чтобы глина высохла и сделала вам обратный эффект. И еще одна фишечка. Для того, чтобы каждую капельку продукта не потерять, не растерять и наносить маску равномерно, а не так, тут сухо и вытянуло вашу влагу, тут густо и все вроде нормальный эффект, поэтому мы наносим либо вот такой кисточкой, либо силиконовой. Наносить пальцами будет неправильно. Почему? Потому что вы ее распределите в маску неравномерно, и где-то засохнет-высохнет, то есть будет маска вытягивать и воду пересохнет, а где-то у вас будет плотный слой лежать. Сколько нам хватит маски на одно применение? До 98 грамм. Эффективность маски повысится, если первое, вы ее будете использовать непосредственно сразу после душа, распаривания или вы смочите горячим полотенцем ваше лицо для того, чтобы поры открылись и чтобы компоненты маски максимально проникли вглубь. Также перед тем, как вы используете маску, обязательно сделайте скрабирование. Я использую вот такой замечательный скраб. Я знаю, он многим любим, поэтому напишите отзывы, если это ваше тоже любимое. Давно после душа. Такая кремовая консистенция. Минусы маски. Мне приятно пахнет чем-то таким лекарственным, травками и грязью. Это единственный минус маски, который я обнаружила. Носим толстым-толстым слоем. И лучше всего потом еще раз добавить один слой. Совет от профессиональных косметологов. Когда вы делаете глины маску, то на 10 минут лучше лечь. И принимать маску в горизонтальном положении. Глина есть глина. Важно расслабить все мышцы на лице. Добавить какую-то релаксическую музыку. В общем, отдыхать. Когда встанете, вы поймете, почему косметологи советуют принимать маску в ближайшем положении. Действие маски происходит в три фазы. Первая – это влажная. Кожа впитывает все полезные элементы. Раскрою вам еще одну фишку. Розовой глины в чистом виде не существует. На самом деле, это смесь белой и красной глины. Белую добывают в Европе, в России, а красную – в Китае. Свойства этих двух глин хорошо сочетаются, потому что они подходят для нормального и сухого типа кожи. Розовая глина действует вдвойне эффективнее и может быть использована для решения более широкого круга кожи. Любую глину можно использовать на любой тип кожи. Однако белая больше подходит для жирной кожи, а красная – для увядающей. Белая лечит прыщи, а красная устраняет морщины и повышает упругость вашей кожи. Нейтральная розовая глина богата микроэлементами и минералами. Минералы в глине, такие как медь, селен, магний, цинк, они активно впитывают излишнее кожное сало и загрязнение и помогают очищать кожу, регулируют обменные процессы, разглаживают эпидермис, масло шеи и органическим экстрактом алоэ, веры и перечные мяты. Самое главное правило, когда вы используете маску с глиной – глина не должна высыхать. На протяжении всего времени воздействия вы должны поддерживать ее во влажном состоянии. Эта маска сделана таким образом, что она мягкая, комфортная. Вот такого сильного чувства стянутости, когда вы используете обычную глиняную маску, нет. Если же вы используете обычную маску, то я вам рекомендую либо использовать периодически класть на лицо увлажненное, смоченное в горячей воде полотенце, либо использовать тканевые масочки, тогда действие глины будет наиболее эффективным. Если вы чувствуете сильное чувство стянутости, она очень быстро высохла, либо вы нанесли ее слишком тонким слоем, рядышком кладете мисочку с водичкой, смачиваете кисточку, и если чувствует, прям очень быстро высыхает масочка, вы немножечко добавляете ей влажности. Начало второй, сухой фазы, где глина стимулирует капилляры, улучшает кровообращение, и высыхая, высыхая, начинает притягивать вашу сало, грязь, то есть она вот как абсорбирует и собирает, собирает, собирает. Вот так вот происходит и чистка при помощи косметических масок. Третья фаза сухая, когда глина начинает втягивать влагу из вашей кожи, что в итоге она высасывает всю красоту и влагу в кожу, поэтому очень важно контролировать высыхание вашей глины, и как видите, что она подсохла, бегом бежать и смывать вашу масочку. Кожа плотненькая, ровненькая, и нет такого чувства сильно стянутости, как после обычной глиняной маски. И грешок глиняных масок обычно тем, что кожа потом красная. У меня нормальная кожа, это обычно ее естественное состояние, если ее умыть. То есть в целом я маска очень довольна. После маски нужно обязательно наносить крем, который максимально увлажнит вашу кожу, и поэтому нам нужно быстренько восстановить водный баланс. Если бы сейчас была ночь, я использовала бы вот такой вот ночной крем, использовать вот такой крем Экологен. Ноченька не дешевая, 999 рублей. И кто разбирается, давайте изучим подробненько состав. Первый это сертификат Экосот, международный сертификат. Гляньте, что все продукты, разработанные по экологически безвредным технологиям, и в том числе полностью отсутствуют ГМО, парабены, феноэкситалона на частицы, силикона, полигликоль, синтетические ароматизаторы и так далее. И упаковка биоразлагаемая или подвергается вторичной переработке. Читаем состав. Здесь натуральная клина, масло ши и экстракт алоэ веры, перечная мята. Далее 99% это органика, разработана в Швеции, но еще видим, что она изготовлена во Франции. И сейчас ее цена звучит так. Хм, низкая цена. Сколько же у нас стоят аналоги с розовой глиной, потому что она действительно, это не природное происхождение, а состав белой и красной глины. И смотрим. Видим, да, что это масочки, ну, скажем так, по ценовой категории достаточно хорошие. До 98 грамм. После применения маска весит 95 грамм. 999 рублей делим на 75 миллилитров. Получается 13,32. Умножаем на 3 грамма, которые мы использовали. Получается 40 рублей стоимость нашей масочки. Минус 20% только дискомпотребителя. Получается стоимость маски 32 рубля. Ну, конечно же, примите для себя решение, дорого ли вам 32 рубля за то, что у вас на лице была качественная, классная маска из органики и производства Франции. Вывод. Маска осталась довольна. Она стоит своих денег, особенно за крутейший состав международной сертификаты органика и то, что она произведена во Франции. Приглашаю вас в свою команду для того, чтобы узнать еще больше фишек по красоте, чтобы пользоваться этой косметикой, не переплачивая посредникам напрямую у компании. Надеюсь, мое видео для вас было полезным, информативным. Оставляйте свои комментарии. И до новых встреч. До следующего четверга. Пока-пока.